В Люберцах подвели итоги муниципального этапа конкурса «Педагог года-2023». Кто справился со всеми конкурсными заданиями и стал победителем, расскажет Богдан Колесников. В этом году на звание «Педагог года» претендовали 35 человек, 16 учителей и 19 воспитателей. В течение двух месяцев они участвовали в мастер-классах, проводили открытые уроки, классные часы и педсоветы. В эту профессию идут люди очень способные, люди, которые любят других людей. Наша задача, члены жюри, увидеть вот эту степень профессионального умения общаться с детьми, уровень коммуникации, уровень знания предмета, уровень методического профессионализма. То есть все это очень важно для конкурсанта. С творческими испытаниями на отлично справились 10 человек. И теперь они в финале. Среди гостей праздника победитель самого первого в Люберцах «Педагога года». Три десятилетия назад конкурс проходил по другим правилам. Он проходил со сцены вживую. То есть умение работать с залом, умение говорить, умение представлять себя. То есть это вот срезал хлопушку, получил задание. И что хочешь, то и говори. Хочешь живи, хочешь не живи. Этот процесс он затягивает. И поэтому этот конкурс дает именно силы профессиональной деятельности и роста педагогического мастерства. До начала секунды. Зрительный зал встречает аплодисментами всех конкурсантов. Если вы с нашими детьми проходите весь этот путь, они видят сейчас вас здесь. Кто-то есть в зале, кого-то нет, но они с вами вместе. И, соответственно, вера в то, что их педагог самый лучший, поддерживает вас на протяжении всего этого конкурса. Как для детей, так и для их родителей. Каждый из вас уже победитель. Лауреатам вручили дипломы и подарки. Финалисты волнуются. Им еще предстоит показать свое мастерство в работе с детьми и залом. Если мы с тобой, мы все время рядом, веком и зимой, дождь и голода. Финалисты выходят на сцену по очереди. Каждому предстоит пройти последние испытания муниципального этапа конкурса. Именно оно поможет членам жюри определить лучшего из лучших. Друг на уроке важная тема. Ее вы поймете, вообще не проблема. Победителями стали учитель математики гимназии номер 56 Сергей Фролов и воспитатель дошкольного отделения 27-й школы Мария Агапова. Для меня это было настолько неожиданно, что в первую очередь, конечно, я хочу поблагодарить всех организаторов этого прекрасного конкурса. За такие эмоции, свою любимую команду, потому что они проживали это все вместе со мной. Их только не было вместе со мной на конкурсных испытаниях, но мы через все прошли вместе с ними. Неожиданно, очень честно для меня, что вот стану победителем. Серьезно не ожидал, так как конкурсанты были очень достойными, все-таки серьезными, я считаю. И это непередаваемо одним словом. Победители представит городской округ Люберцы на региональном этапе конкурса. Он пройдет весной. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.